Добрый день, микрофона Владимир Сметанин. Приближается май, а вместе с ним и главный праздник нашей страны, день Великой Победы. Подготовка к 75-летию проходит в необычных условиях. Все мы знаем, какая ситуация сейчас сложилась. Да и само празднование уже перенесено на более поздний срок. Какой именно, власти определятся позже. Но, так или иначе, 9 мая наступит, и мы будем вспоминать своих предков-героев, которые вернулись или не вернулись с фронта. И будем чествовать ветеранов-тружинников тыла, которые, будучи юными девочками и мальчиками, встали у станков, ковали победу в тылу. У нашего города, как известно, список трудовых подвигов обширен. Все наши ведущие промышленные предприятия зарождались именно в предвоенную и военную эпоху. И одно из таких предприятий – комбинат ИСКОШ, который ныне является крупнейшей компанией легкой промышленности нашего региона. Я хочу поприветствовать председателя Совета ветеранов комбината ИСКОШ Ларису Митсону. Лариса Леонидовна сейчас на телефонной связи по понятным причинам. Лариса Леонидовна, добрый день. Добрый день. Добрый день. Принимайте поздравления с грядущим праздником, 9 мая. Здоровья, здоровья и здоровья в первую очередь. Ну и, конечно, уверенности в завтрашнем дне. Большое спасибо. Ну и нельзя не вспомнить дату, еще одну примечательную, еще одну круглую. Ведь принято считать, что будущий комбинат ИСКОШ, фундамент предприятия, закладывался в мае 1930 года, да, я не ошибаюсь? Ну да, да. Получается, что 90 лет – круглая дата в этом году, так что и с этим тоже хочется поздравить. Ну, спасибо большое, что вы помните. Времени у нас на общении не очень много. В первую очередь хочется спросить вас, как в этом году своих ветеранов вы будете поздравлять с 9 мая в связи с теми ограничениями, которые, конечно, сейчас приняты? Ну, в принципе, видите, мы же все это заранее начинали, еще в марте месяце. Были все педали собраны со всех районов нашего города. И в Нововятский район мы, правда, съездили. У нас там было два ветерана. Мы съездили прямо туда. И с руководством района поздравили этих двух ветеранов. Кстати, одной 102 года. 102 года. Да, она у нас работала, ну, правда, не в годы войны. Ну, во всяком случае, она все равно труженик тыла. Работала в колхозе, там занималась все равно полезным трудом для фронта. Вот я хотел как раз спросить вас про возраст, про максимальный возраст старейшего ветерана. 102 это максимум, да? Вот это и вот 102 года. Да, вот ей 15 марта исполнилось 102 года. И мы как раз в день ее рождения съездили, ее поздравили. Вручили ей медаль, посвященная вот 75-му году победы. Ну, вручили свои подарки. Вот. И, в общем-то, конечно, люди были очень рады. Они, в общем-то, и не ожидали такого. И говорят, да что вы, как это столько много, и все нам. Вот. Ведь кроме тех подарков, которые приготовил город вместе с медалями вручаемыми, комбинат Искош тоже приготовил свои подарки для каждого ветерана. В этот подарок, вот там, набор специальный продуктов входит и небольшая денежная сумма. Он какой-то особенный, этот набор в этом году в связи с юбилеем Победы? Или традиционно комбинат держит планку из года в год? Да, всегда. Там коробка конфет, коробка большая чая, кофе, там, ну, 100 грамм фронтовых. Поэтому это все выдерживается. Ну, да. Ну, и денежка небольшая, но, тем не менее, все равно это для них радость. Потому что они были довольны тем, что комбинат их не забыл. Ну, прекрасно понимаю, даже небольшая сумма для пожилого человека. Это серьезные подспорья, конечно. И такое вид ежегодно, да, происходит? Ежегодно, да. Не только вот такие большие праздники, но вообще каждый день Победы. Так мы всегда поздравляем своих ветеранов. Сколько всего, скажите, пожалуйста, сейчас под вашей опекой, под вашим вниманием находятся ветеранов предприятия ИСКОШ? Ну, всего у нас немножко больше тысячи всего ветеранов, которые у нас состоят на учете. Вот этих ветеранов труда, 55 вот тружеников тыла, и 15 человек из них труженики тыла комбината. Значит, у нас еще три участника войны есть. Они живые, крепенькие, так что мы надеемся, что они еще и до следующего юбилея непременно доживут. Им по сколько лет, позвольте поинтересовать? Одной из них в Зоновой Валентине Ивановне 99 тоже в марте исполнилось. Вот, а Владимиру Васильевичу Булдакову исполнилось 95, так что люди солидного возраста, но тем не менее, они, так, и еще есть один, но он немножко помоложе, он с 26-го года. Помоложе. Да, ему 94 года. Совсем молодой. Да, ну, по крайней мере, все здоровы, и, конечно, маломобильны, потому что, как ни странно, вот все ветераны войны живут на пятом этаже. Ну, вот как они без лифта могут спуститься? Конечно, мы и погулять, может быть, хотели, но такой возможности у них нет. Вот поэтому, конечно, они рады, что мы к ним приходим. Мы ведь не только в Дни Победы там их или в какие-то праздники поздравляем, мы частенько с ними беседуем по телефону, разговариваем, и поэтому в этом-то у нас связь хорошая с ними. Ну, безусловно, у каждого ветерана свой набор наград, боевых в том числе и так далее. Ну, и как тут не вспомнить, что само предприятие ИСКОШ – это кавалер ордена Отечественной войны первой степени? Да, мы заслуженно получили эту награду. Да, да, это было еще в 85-м году, в честь 40-летия Победы присваивали это звание. Ну, по крайней мере, в наших кирзовых сапогах, наверное, было 60% армии одета в наши кирзовые сапоги. Ну, как известно, и в настоящее время серьезный гособоронзаказ выполняет предприятие. Насколько я знаю, тоже это в списке продукции находится. Ну, да, да. Но сейчас это уже, конечно, все не то. То производство кирзы, какое было в те годы, оно давно закрыто, потому что это бензин, это и экология, это и, знаете, пожароопасное производство, поэтому тут дело такое. Когда удается пообщаться с ветеранами предприятия, какие моменты они вспоминают в первую очередь? С теплотой, с душевной отзываются? Ну, вот, знаете, мы в прошлом году поздравляли с 90-летием бабульчику Юфереву Веру Александровну. И вот ее привез сын прямо к нам, и мы пригласили тех женщин, с кем она работала в годы войны, с кем вообще работала всю свою трудовую жизнь. Вот они, конечно, очень тепло между собой общались и вспоминали, как они работали девчонками еще в годы войны на комбинате, как они работали в черной резине на вещи комиссажи. Говорит, выйдешь, ни рук, ни ног, одни белки и зубы. Так что, ну, вот, очень тепло. И даже песен попели, несмотря на то, что вот им 90 лет, даже вспомнили песни свои молодые годы. В общем, общаются всегда очень-очень хорошо. Тепло, по крайней мере, раньше-то ведь мы проводили чаепитие всегда в День Победы. Да-да. И вручали подарки у себя в клубе, у нас есть такая возможность. Ну, а вот нынче, конечно, все хуже. Ну, особенность, еще раз повторю, да, именно этого года. Никто не ожидал, что получится именно так, что на это время придется распространение пандемии. Ну, нынче, видите, даже пришлось приглашать родственников за наградами, когда уже вот началось все это закрытие всех дорог. Поэтому мы уже сами не ходили. К нам приходили родственники, дети, внуки. Ну, и тоже, конечно, всяких теплых слов мы наслушались и в свой адрес, и в адрес руководства комбинатов. Ну, Лариса Леонидовна, хотелось бы, чтобы еще имена прозвучали, таких самых передовых, почетных, тружеников комбината. Хотелось бы, чтобы вы озвучили их. Есть такая возможность? Ну, в принципе, конечно, есть, но давайте я даже как-то вам скажу. Вот Шпляева Евгения Николаевна, она пришла на комбинат, ей было 14 лет. Понимаете, у нас, конечно, сейчас уже возраст такой у людей, что вот те люди, которые работали в годы войны, ну, с солидным уже возрастом, там, 20-25 лет, таких уже не осталось, по сути дела. И вот те вот из этих 40 человек, которые сейчас еще вот живы, это те, которые пришли на комбинат в 14-13 кто-то лет, в 15. И, конечно, вот, допустим, вот Евгения Николаевна Шкляева, она там у нас в 50 лет с лишним на комбинате отработала. Вот есть еще у нас такая женщина, она не работала на комбинате в годы войны. Но, тем не менее, она у нас труженик тыла. Это Трапецна Лидия Алексеевна. Она у нас кавалер трех орденов. Ордена Ленина, ордена Октябрьской революции и ордена Знак почета. Вот так вот. У нее тоже с лишним, ну, около 50 лет она отработала на комбинате. Женщина настолько трудолюбивая. Вот теперь продолжает династию сын. Но, тем не менее, вот она, конечно, с нами, она уже не ходит к нам, далеко живет. Но, тем не менее, мы с ней очень хорошо общаемся по телефону. Все, она в здравом уме, в твердой памяти гуляет. Все, и поминает тоже свои вот эти годы, как она трудилась на комбинате. Ну, с теплотой, надо сказать, что всем всегда нравился коллектив. Самое главное, что на комбинат, говорит, мы бежали не просто работать, а повстречаться со своими друзьями. Ну, да, считается, что это больше половины успеха, когда тебя окружают поистине твои друзья, которые живут теми же мыслями и теми же событиями, которые понимают, разделяют и могут поддержать и посочувствовать вовремя, конечно. А когда с ветеранами встречаетесь, интересуются работой современного предприятия и спорта? Ой, обязательно, обязательно. Что интересует? Всегда спрашивают. Велики ли зарплаты? У нас же много цехов, много коллективов, и каждый цех о себе обязательно, о своем коллективе обязательно спрашивает. Но вы знаете, мы же встречаемся не просто вот так 90-летние, 85-летние, а приходят еще 60-летние, которые недавно ушли с комбинатов. Вот они спрашивают, все у них, как там у вас теперь, да что вы там делаете? Да мы-то ведь вот так работали, а вы-то ведь теперь уж в леготу. Ну, в общем, конечно, интерес есть обязательно. И самое главное, всегда говорят, дай бог, чтобы комбинат работал. А что касается тех встреч, когда вы, да, проводите их вместе, руководители предприятия тоже ведь участвуют непосредственно? Ну, у нас, знаете, тоже уже традиция стала, что вот день пожилого человека в октябре месяце мы отмечаем в ДК 1 мая. И там всегда бывает и председатель правкома Юфирева Галина Ивановна, и кто-то из руководства, либо Бобров Николай Александрович, либо Кадачегов, главный инженер. Ну, Иванов всегда теплые слова приветствия передает наш генеральный директор. Генеральный директор, да. Да, и вот в этом году, вот в прошедшем, значит, нам даже показали фильм, снятый о комбинате. Назывался он «Мой комбинат. Моя жизнь». Ну, Александр Григорьевич, в общем-то, у него у самого пуп резан на комбинате. Он там с детства, можно сказать, 17 лет. Вот, и поэтому он очень душой болеет за работу комбината, и, в общем-то, о людях заботится. И всегда вот он такой нам подарок сделал. Показали нам фильм на большом экране. В общем-то, все были, конечно, удивлены, что вот так могут работать сейчас, что такое новое оборудование, что там все это. Это было всем людям интересно. Лариса Леонидовна, а если можно немножко забыть про скромность и рассказать о себе, то есть о вас? Ведь вы возглавляете уже Совет ветеранов из кожи более 20 лет, если не ошибаюсь, да? Нет, 5 лет я всего. А, 5 лет, 5 лет всего? Извините, накинул. Дай бог здоровья, что называется, дожить до этой планки. Ну, так или иначе, у вас тоже 50 с лишним лет стажа, да? Ну, не знаю, может так, если все вместе сложить и 50. Но я ушла на пенсию в 98-м году. А в каком году пришли на комбинат? Пришла в 67-м, после окончания техникума. В 66-м, значит, после окончания, ну и отработав там свой положенный стаж, а 98-й год это, в общем-то, был год такой лихой уже, начались сокращения, производство, то все, в общем-то, я ушла на пенсию. Ну, потом работала в другом месте 10 лет, потом, значит, вот предложили, сказали, давай-ка возвращайся, надо бы поработать. Ну, вот я это, да, к тому и спросил, что вы ведь на своем веку повидали много трудностей, много всевозможных перипетий, да, выпало преобразований. Вот хотелось бы, чтобы вы из современных, нынешних сотрудников предприятия каким-то образом поддержали, не знаю, какое-то воодушевляющее слово, им сказали, что все проходило, и это тоже пройдет. Ну, конечно, конечно, никогда, я думаю, что мы не должны пасовать перед этими вот трудностями, безусловно, конечно, все пройдет, потому что мы люди стойкие, я считаю, русским людям сдаваться нельзя. Вот, и на комбинате, конечно же, все работают, нравится, по крайней мере, ну, выйти из этой ситуации, чтобы с меньшими потерями и с меньшим количеством уволенных людей, то, что было наработано раньше, безусловно, это самое главное. Я поздравляю всех-всех искожевцев с этим приближающимся праздником. Хочу, чтобы все, и всегда, и комбинат, и поздравляю не только, вот, ну, руководство, это понятно, комбинатовских всех людей, которые там работают. Вот, и хочу, чтобы все-таки комбинат, ну, и работал и дальше, и хочу еще сказать от всех ветеранов большое спасибо всему руководству комбината, всем-всем руководителям, потому что то, что они для нас делают, это самое главное, ну, для тех людей, которые вот сейчас уже не работают на комбинате, но всегда все, обо всем помнят. Ну, у нас есть еще несколько минут, хочется еще спросить про ту помощь и ту поддержку, которую предприятие оказывает ветеранам вне уже 9 мая. Что это за помощь? На что могут рассчитывать? Ну, вот я вам говорю, что, во-первых... Там, безусловно, есть и грустные моменты, конечно, да. Есть грустные, там помогают с похоронами обязательно, вот, обязательно всех наших рабочих, ну, ветеранов поздравляют с юбилеями, комбинат отказывает материальную помощь для каждого человека, вот, ну, если вот, конечно, бывают случаи, может быть, такие, когда человеку действительно трудно и сложно, ну, мы вращаемся к директорам, но когда-то, возможно, здесь оказывают и более солидную материальную помощь на лечение. Да, не оставляют, нас не оставляют без всякого внимания, и, конечно, мы очень благодарны комбинату. Ну, наверное, вот никто из наших теперешних организаций, мало кто может, вот, ну, похвастаться тем, что у нас есть свой клуб. Да, ведь мы же там собираемся, ну, частенько очень, вот коллективы-то приходят, где-то с днем рождения кого-то своих поздравят, где-то там соберутся в честь праздника какого-то. Ну, отдушина все равно должна у каждого быть. Дом, работа, там, пенсионные дела, хозяйство домашнее. Это все ведь надоедает и устает, и вот они приходят и общаются между собой. Это, ну, для них это такая отдушина, и всегда говорят, да хоть бы вы вроде чаще нас приглашали, я говорю, да вы, ради бога, место есть, время есть, приходите, мы в любое время рады вас видеть. А клуб-то, он, простите, уточню, он на территории предприятия располагается? Нет, 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 мы находимся на правосоюзной 78. А, все ясно. Вот, поэтому это, конечно, городское, теперь уже раньше это был наш дом искожевский, ну, теперь все, понимаете же, другое, вот, но, тем не менее, нам город пока это помещение оставил, и вот мы стараемся его использовать, так скажем, ну, ведь еще, знаете, ветераны вот занимаются у нас всякими поделками. Вот приходят, да, делают эту зарядку какую-то там, не знаю, как уж она у них там китайская называется, но, тем не менее, раз в неделю обязательно человек 15 приходит вот таких людей, которые хотят поддерживать свое здоровье. Вот, другие, наоборот, занимаются рукоделием, шьют лоскутное шитье, вот, долгих. Светлана Евгеньевна тут и занимаются тоже с нашими ветеранами. Вы знаете, очень интересно, вот, когда была возможность, нам комбинат выделял даже автобус, мы ездили каждый год в Великорецкое, причем делали этот выезд не один раз за сезон, потому что так получалось, что там, ведь 15-20 человек можно в автобус поместить, ну, вот, мы выезжали, один коллектив поедет, второй, третий, то есть, нам никогда препятствий никто не делал. Вот, ездили мы в Яшкаралу в прошлом году, ну, тоже комбинат автобус оплачивал, иначе бы, конечно, нам эта дорога обошлась бы дорого, но комбинат нам помог. Я говорю, они не оставляют нас без внимания своего и помощи. Замечательно, замечательно. А есть ли творческие ветеранские коллективы, певцы, музыканты? Ну, у нас есть певец, да. Певец, это уже хорошо. Один, один, ну, он у нас, это, с большим стажем, он уже 40 лет на сцене, это Харитонов Владимир Евгеньевич, вот, к сожалению, у нас ведь был вообще-то хор, даже когда-то на комбинате, ну, в клубе ветеранов, вот, но, к сожалению, вот руководитель уже ушла в мир иной, и как-то потихоньку все вслед за ней ветераны тоже ушли. То есть дело в организаторе, да, будет организатор, возможно, и возродиться, возродиться. Ну, в принципе, наверное, если бы, да, если бы у нас был какой-то руководитель, у нас есть там фортепиано, так что есть даже где заниматься, но вот для руководителя это ж надо тоже какое-то, чтобы человека найти, нужны и денежки, и все там. Ну, пока, наверное, не так это важно. Вот, да и, понимаете, сейчас молодые, это пенсионеры, которым вот 60 лет, ну, 55, наши же выходят в таком возрасте, у них и времени-то, пожалуй, на это нет. Если, допустим, вот старшее поколение, они не занимались внуками, так а теперь-то ведь все сидят с детьми. Они полностью посвящают себя, да, им. Да, 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 ну, не работа, когда-то еще могут, если работать, работают где, находят какую-то работу, вот, и либо вот сидят с внуками, а дети начинают пораньше выходить из декретных отпусков. Так что теперь сложно даже сказать, что вот пошли бы и там и петь бы какой-то, бы организовать хор, наверное, это уже не получится. На этом завершается, к сожалению, время нашей беседы. Лариса Леонидовна, я желаю вам и вашим коллегам бодрости духа. Безусловно, надеемся, продолжаем надеяться, что все кризисные времена пройдут, и что много впереди еще будет хороших, светлых и радостных моментов. Безусловно, еще раз с 9 мая, с праздником Великой Победы вас. Спасибо, что пригласили. Еще раз поздравляю всех с Кожевцев, с праздником Победы. Желаю вам всем здоровья и жить, несмотря ни на что. Лариса Митцина, председатель Совета ветеранов комбината ИСКОЖ.